И снова, как говорится, добрый день, уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки. Мы продолжаем разговор об инфекционных заболеваниях у детей и возвращаемся к стриптококку, который, как мы говорили в прошлый раз, не всегда является причиной заболеваний верхних дыхательных путей, заболеваний миндалин и так далее. Так вот, я надеюсь, что вы помните или пересмотрите предыдущий наш разговор, где я говорил о том, когда не нужно применять антибиотики, и достаточно использовать травы и местные средства для подручной, для лечения фаренгитов или грибковых, так называемых грибковых ангин, хотя это название не очень соответствует тому, что на самом деле есть. А вот когда вы на миндалинах видите гнойные пробки, вот тогда речь идет об ангине, и здесь есть определенная специфика. Помимо местных процедур, а именно полоскания, смазывания горла тем же люголем, смазывания горла можно перекисью водорода, причем здесь уже идет не просто смазывание, здесь вам надо постараться палочкой вот именно прижечь вот эти гнойные пробки, и даже попытаться их убрать, здесь вам поможет ситуация, когда ребенок будет орать громко, при этом он широко открывает рот, и у вас вот все как бы доступно. Единственное, что я вам хочу сказать, ну, скажем так, те, кто это понимают, значит, на меня не обидятся, а те, кто не понимают, значит, вот должны меня услышать. Очень важно, чем вы лезете в рот ребенку. Это должна быть палочка неострая, это первое, понятно, да, то есть вы наматываете ватку, делаете такой шарик, но она должна быть неострая ни в коем случае, не должна быть стеклянной или деревянной. Если деревянной, то толстая. Почему? Потому что ребенок может дернуться, ребенок может сжать зубы и, соответственно, откусить то, что вы делаете, чем вы мажете, и принести себе травму. В моей практике такие случаи встречались, и это вот, ну, я не говорю о том, что у мамы в этот период в голове, вот, я говорю о том, что, ну, скажем, понятно, что у мамы расстроены, бессонные ночи и так далее, и так далее, но, тем не менее, это важный момент именно для того, того, чтобы исключить возможность нанесения ребенку травмы. Поэтому к этому отнеситесь серьезно. Иногда наматывают на ножницы, иногда наматывают на какие-то спицы. Этого нельзя делать ни в коем случае. Ватка может соскочить, как бы туго вы ее не намотали, и вы нанесете травму ребенку, этого не допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому будьте с этим осторожны. Итак, значит, помимо местной обработки полости рта, теплого питья, компрессов и так далее, вы должны давать ребенку антибиотики. Это прямое наличие гнойных пробок на миндалинах в горле. Это прямое показание к даче антибиотиков. Раз. И второе. Это прямое показание к постельному режиму не менее 10 дней. Почему это показание? Дело в том, что стрептококк обладает очень коварным действием на организм. И при несоблюдении постельного режима, то есть если ребенок при этом будет носиться и давать нагрузки на внутренние органы, то очень большая вероятность осложнений. Стрептококк дает осложнение на сердце. Возникают воспаления мышечной оболочки сердца, так называемые миокардиты. И дает осложнение на почки. Вот достаточно частое возникновение пилонефритов, воспаление почечной ткани после ангин при несоблюдении постельного режима. Я понимаю, что дети есть дети, но постелите кровать, дайте возможность ребенку играть на кровати, но он не должен бегать. Тем более выходить на улицу или идти куда-то с мамой, в магазин и так далее. Это категорически исключено. И по окончанию курса антибиотика вы должны обязательно проверить состояние внутреннего системы организма и почек. То есть вы должны сдать анализ крови и мочи. И только при нормальных анализах ребенка можно пускать на пол. Только в этом случае. Если анализы будут плохие, значит, ну, советуйте, звоните. И мы будем разбираться с каждым конкретным случаем индивидуально. Значит, кроме того, стриптококк вызывает еще одно очень серьезное заболевание. Оно проявляется в виде, вот, очень похожей на ангину, но добавляется сыпь. Сыпь на теле, она распространяется сверху вниз, от шеи, лица и вниз по телу. Она имеет такую форму розоватую достаточно, ну, вот, чуть больше, чем манная крупа, так и красные, ну, даже не пятнышки, а пупырышки такие. Вот, обратите внимание, что эта сыпь никогда не бывает на, при этом заболевании на ладонях и на стопах. Ее там нету. Вот. И при высокой температуре, где-то на второй-третий день после начала болей в горле высокой температуры, если появляется такая сыпь, то очень большая вероятность возникновения скарлатины. Очень тяжелое заболевание, вызываемое стриптококком, тяжелое оно своим течением и осложнениями. И вот при скарлатине очень часто возникает поражение либо сердечной мышцы, либо почек, еще могут присоединиться суставы. То есть ребенок с недолеченной или неправильно леченой скарлатиной может потом всю жизнь мучиться с болями в суставах. Суставы мелкие, то есть это суставы пальцев, суставы кистей, суставы голеностопа, то есть там, где стопа начинается, вот там будут боли и боли такие вот хронические, постоянные. Это следствие перенесенной скарлатины. Кроме того, довольно часто на фоне перенесенной скарлатины развивается еще одно тяжелое заболевание, поражающее внутренние органы. Это заболевание называется ревматизм. Вот, то есть ревматизм довольно часто является осложнением стриптококковой инфекции, а именно, ну, ангины сейчас уже реже гораздо при наличии антибактериального лечения, лечении антибиотиками, а вот при скарлатины довольно часто. И опять же, лечение антибиотиками и строгий постельный режим гораздо больше. То есть, в принципе, больной скарлатины должен находиться дома порядка трех недель, и в течение заболевания вы дважды где-то на десятый и на двадцатый день сдаете анализ крови и мочи обязательно. Вот в этой ситуации вы, в общем-то, можете использовать наш опыт, вот, звонить, присылать анализы, мы их посмотрим, проанализируем и, соответственно, дадим вам рекомендации о том, как вести себя с ребенком. Кроме того, если у кого-то возникают проблемы там с вызовом врача на дом или какие-то еще сложные ситуации, пожалуйста, можно использовать фотографию сыпи и фотографию горла. У меня были случаи, когда уже вот не так давно родители присылали, консультировались и, в принципе, удавалось поставить диагноз и, в общем-то, вовремя начать лечение. Здесь самое главное – ваша реакция. То есть, я вас призываю к чему, не надо ничего ждать, не надо думать, пройдет, не пройдет, тем более не надо советоваться с бабушками, с подружками и так далее. И так далее нужно обращаться к специалистам. Я не говорю о том, что должны быть именно мы, но такая возможность у вас есть. Пожалуйста, вы прекрасно знаете, что никто никому не отказывает. Итак, мы с вами поговорили об стрептококковой инфекции, об инфекции, которая достаточно многообразна, достаточно обширна и в клинике, и в лечении. То есть, да, вы, надеюсь, поняли, что антибиотик дается далеко не всегда, и должны быть очень жесткие, очень четкие показания для назначения антибиотиков. К сожалению, довольно часто направо и налево раздают любимые там препараты, которые, ну, скажем так, в определенных случаях являются гипердиагностикой. То есть, не нужно их давать, кроме вреда это ничего не принесет. Ну, вот немножечко для вас, я думаю, ситуация прояснилась. Значит, ну, кроме этого, стрептококков вызывает еще ряд заболеваний. Ну, например, скажем, так называемая стрептодермия, когда инфекция попадает на кожу, под кожу, вернее, на слизистую оболочку кожи после расчесов и попадания туда грязи, после укусов каких-то насекомых ребенок расчесал, вот туда попала грязь и возник воспалительный процесс, так называемая стрептодермия. Вот, иногда это может случаться на ногах в виде каких-то покраснений, каких-то красных пятен. Это может быть так называемое рожистое воспаление, тоже вызывает стрептококк. Это все требует лечения, поэтому следите за ребенком, обращайте внимание на нарушение кожных покровов ребенка, то есть на порезы, ссадины, какие-то сорванные, расчесанные места, они должны быть обработаны. Их надо обрабатывать сначала, если есть нарушение, сначала перекисью водорода, потом йодом или зеленкой. То есть не бойтесь лишний раз обработать йодом, ничего кроме пользы это не принесет, но с другой стороны, это будет являться профилактикой возникновения вторичной инфекции, потому что при возникновении инфекции кожи, это опять же повлечет за собой применение серьезных препаратов, и вот это как раз тот случай, когда легче предупредить. И последнее, вот по поводу ран, ссадин, порезов и так далее, старайтесь это место как можно меньше мочить. То есть вы обрабатываете несколько раз в день, но старайтесь во время мытья или во время купания вот эти места вами обработанные. Ну, это можно просто завернуть целлофаном жестко, чтобы вода туда не попадала, потому что в воде тоже, даже очень такой чистой и свежей, могут находиться микроорганизмы, могут туда попасть из воздуха прямо вот перед тем, как вы окуните ребенка, и попадая в рану, они могут вызвать осложнение. Поэтому будьте внимательны, вот занимайтесь, следите за ребенком, следите за его горлом, козными покровами, состоянием, вот, и помните, что ничего не бывает просто так. И вот рассчитывать на то, что вот авось пройдет, авось переживем, а может ничего страшного, и потом теряется время, вот этого не должно быть. Очень часто мамы обращаются через чат, через звонки, через интернет с какими-то вот вопросами, рекомендациями и так далее, и когда начинаешь разбираться, видишь, что время упущено, прошла неделя, прошло 10 дней, когда процесс развивается, и вдруг мама начинает бить тревогу. Тревогу надо начинать бить рано, раньше, поэтому внимательно следите за своими детьми, если вы видите что-то необычное, что-то выбивается из рамок его поведения, вот, старайтесь уже попытаться более внимательно разобраться с этим, если не сможете, то советуйте со специалистами. И сегодня мы с вами прощаемся, я надеюсь, что информация оказалась для вас полезной, до новых встреч, и мы продолжим разговор об инфекционных заболеваниях, других, самых разных, и я думаю, что вам это пригодится в вашей нелегкой родительской доле. Всего доброго, будьте здоровы и счастливы, хороших вам зимних дней.